всем привет с вами дмитрий урсул как и обещал записываю для вас полноценный обзор обновление logic pro 11 которая вышла на этой неделе 13 мая как вы помните я прям сразу же записал такой видео вводная с моими первыми мыслями и впечатлениями от обновления чисто исходя из описания на официальной странице ложек правая история мы с вами прошлись мыслями поделились и в целом такой спойлер особо мои мысли не поменялись некоторые функции про которые было написано в обновлении мне стали более понятны что имелось ввиду и сегодня мы именно поговорим об этом и я вам покажу на практике что именно появилась ложек про дам вам общее описание вообще как и с этим работать там какие-то советы но как я всегда говорю некоторые элементы особенно новые session музыканты или сессионные музыканты они конечно требуют прям очень глубокого погружения и сразу скажу конечно сегодня это останется немножко за скобками нашего этого обзора тем не менее я расскажу именно обо всем то есть все что есть но именно уже нюансы подкапотные как этим пользуются конечно уже требует все-таки более комплексного погружения и конечно же на boost и будет обязательно выпущен курс именно посвященный отдельно сессионным музыкантам тоже там есть чем поработать и есть о чем поговорить с чем поэкспериментировать и сразу говорю еще раз этого останется за рамками сегодняшнего видео но она все равно будет очень насыщенным и естественно про сессионных музыкантов мы с вами поговорим подробно сегодня насколько это возможно но просто чтобы не растягивался это видео все-таки мы на ютюбе и не хочется сделать там гигантское многочасовое видео что ж давайте быстро про совместимости тоже частый вопрос требование к mac os 13.5 это минимальная то есть это предыдущая версия ventura обновление .5 либо саномо любая версия то есть если вас она у меня уже установлены самый последний саномо это 14.5 версия ну соответственно logic тоже 11 я при вас установил еще на прошлом видео здесь мы видим совместимость требуется mac 13 5 и новее ну также готовьтесь чтобы как я уже говорил расширилась библиотека добавился еще плюс 12 гигабайт новых сэмплов для новых инструментов басиста новых инструментов пианиста то есть это тоже требует размер на жестком диске так что тоже будете к этому готовы ну и конечно же apple silicon m-процессоры apple то есть они пойти потихонечку потихонечку перетягивают на сторону новых процессоров это логично apple не были бы apple если бы они этого не делали но многие уж там пугаются вот я там увидел что на intel нельзя поставить нет это не так на intel все прекрасно ставится работает и раз это никуда не делается она также работает и я мне приходится периодически на развитие все работать потому что я например работаю с ара плагинами тот же мелодайн и он к сожалению до сих пор не работает даже в одиннадцатой версии чего вот мой главный наверное камень в огород разработчику они до сих пор не сделали возможность ары работать в нативном режиме без розеты поэтому приходится включать розету из-за этого теряется часть функций то есть ложек в режиме розеты на им процессорах абсолютно такой же лоджик как на процессор intel это для тех кто вот немножко запутался со всеми этими историями поэтому на intel все работает нету двух функций поэтому поговорим это stem splitter и новый плагин chrome и glow как я уже говорил в самом первом видео это не сказать не скажем так прям незаменимые какие-то функции их можно спокойно заменить поэтому в целом можно ставить 11 версию если вы готовы к переходу если ваше системное требование удовлетворяет и можно погружаться в новый workflow скажем так ну что же давайте перейдем собственно в проект начнем мы разговор с новых сессионных музыкантов как вы помните у нас раньше при создании новой дорожки был здесь только драймер то есть это окошко было драймер но по сути драймер и был сессионным музыкантом просто так как он был один ну так и называли что драймер и драймер теперь драймер у нас стал лишь частью целой секции который называется сэшен player то есть это ну как сессионный музыкант так переводится и у нас здесь естественно появилось теперь три категории это драймер это бас плеер и это кейборд плеер эти двое у нас новички и у нас при выборе тех или иных сессионных музыкантов здесь естественно появляется сразу стиль то есть у нас вот например у басиста есть несколько стилей аж 8 штук у кейборд плеера у клавишника у нас тоже здесь есть 5 стилей но барабанщика все наши стили в принципе сохранились с предыдущих версий они теперь вот так вот организованы то есть у нас есть акустические барабаны у нас есть электронные барабаны и у нас есть перкуссия ну то есть принципе все осталось по по драймеру именно с точки зрения организации такой же хотя разработчики уверяют что они многие и сэмплы поменяли, переписали, чуть-чуть обновили. Сам инструмент Drum Kit Designer обновился. Вообще, это обновление, что очень прикольно, оно больше несет такое обновление с точки зрения именно музыкантов, кто работает с живой музыкой, что для меня было очень удивительно, потому что сейчас все, наоборот, переходят в R&B, хип-хоп, особенно западные аудитории. Но так как уже было много предыдущих обновлений в 10-й версии, посвященных именно электронным музыкантам, Live Loops появились, там всякие диджейские фишки, появление электронных барабанщиков в свое время тоже. То есть оно как бы немножко перетягивало в сторону электронной музыки. Сейчас же с 11-м обновлением и с добавлением сессионных музыкантов у нас как бы опять идет перевес, точнее перевес и дополнение именно живой музыки, потому что все нововведения в основном вот в Драмере у нас относятся к живым барабанным установкам и к живым перкуссионистам. Ну и, соответственно, естественно, бас-плеер и кейборд-плеер, это тоже самое, что мне нравится, живые музыканты, которые играют на живой бас-гитаре и живых клавишах. И, честно скажу, очень круто получилось. Ну, мы сегодня потестируем так быстренько на скорую руку. Но вот кейборд-плеер мне особенно понравился. Я попробовал разные там погенерить с помощью него партии, и получается действительно очень круто. Я сам учился на фортепиано, из меня пианист никакой не удался, у меня все-таки гитара мой инструмент, как и выяснилось в процессе обучения в детстве, что чисто мне по голове подходит больше по мышлению. Вот, поэтому как бы я понимаю, что я хочу вот услышать в клавишах, но не всегда могу это сыграть. То есть я могу какие-то базовые аранжировки, естественно, клавишные делать, но без каких-то вот сложных там заполнений. Точнее, я их могу тоже сделать, но приходится на это тратить много времени, чтобы это выиграть, чтобы это грамотно сыграть, потом отредактировать миди, то, что я наиграл. В общем, а тут, в принципе, из сессионного музыканта можно вытащить действительно то, что мне хочется, и уже потом точечно подправить. То есть так же, как у нас было с барабанщиком еще с появлением 10-й версии 11 лет назад. Вот, ну, это то, что я хотел сказать. И прежде чем мы перейдем к самим сессионным музыкантам, у нас также появился глобальный новый трек в проекте, который называется Chord Track. Это аккордовый трек, в котором мы задаем гармонию нашей песни. Это очень здорово. Сейчас я это покажу на практике. Давайте начнем. Создам сейчас кейборд-плеера для начала. И вот, как видите, в пустом проекте у меня сразу вместе с регионом у меня появилась вверху вот такая вот гармония, то есть написанные аккорды. Мы открываем глобальный трек, и вот мы видим, у нас новый появился трек, который вот здесь вот можно его включить или выключить, отображение. И он нам показывает гармонию, по которой настроится, собственно, сетка аккордов. Ну, это необходимая вещь, потому что иначе клавишнику нечего будет играть. Он не знает, в какой тональности играть, что играть и так далее. Более того, теперь нам наконец-то понадобилась тональность. Если раньше она работала настолько с Apple Loops, и я лично ее всегда вообще игнорировал, у меня во всех проектах стоит до-мажор, хотя проекты абсолютно разные. Ну, потому что я не пользовался Apple Loops так часто, особенно музыкальными, максимум, там, перкуссией, ритмами. И я просто на тональность реально забивал, то есть я вообще с ней никогда не взаимодействовал. Теперь же тональность имеет ключевую роль, потому что от нее в том числе и зависит то, как у нас работает корд-трек, то есть какие показываются знаки при ключе, то есть какие аккорды у нас используются, то есть это тоже все задействуется. Мы можем поменять здесь. Ну, давайте, например, я поставлю ля-минор. Сразу появляется вопрос, транспорнировать ли аккорды. Мы, конечно же, нажимаем Transpose. Ну, так как у нас ля-минор — это родственная тональность с до-мажором, у нас здесь сейчас аккорды не поменялись. Ну, давайте попробуем все-таки поменять на что-то более отличительное. Вот, у нас сетка осталась той же, но уже функционально она поменялась. То есть те же ступени остались в ладу, но сами аккорды поменялись. Значит, корд-трек у нас, естественно, мы можем создавать свои, собственно, аккорды, то есть мы можем здесь всегда нажать там плюсик и задавать, либо уже менять существующие аккорды. Нажимаем Tap, можем перемещаться по аккордам и можем добавлять новые аккорды. То есть нажимая Tap, можем там добавить какой-нибудь аккорд, ну, который нам нужен, который мы хотим. Там у нас сейчас соль-минор, ну, допустим, до-минор. Причем можем, как вот так вот вводить, мы можем задавать MIDI-инпут, то есть включаем MIDI-инпут и просто на клавиатуре, на MIDI-клавиатуре играем нужный аккорд, и он его распознает. Кстати, очень круто распознает, даже со всякими надстройками сложными. Он довольно хорошо справляется с этим. Здесь можно вручную задать какие-то дополнительные параметры аккорда, то есть можно указать, какая у нас тоника. То есть в данном случае, так как у нас аккорд До, то я нажал Enter, чтобы он применил, вот, естественно, поменял нашу Root Note, это, скажем так, ключевая нота аккорда, которая, как правило, находится внизу голосоведения. Но мы можем ее поменять. То есть мы можем, например, чтобы у нас был вроде бы До-минор, но там поменять, ну, точнее, Root Note у нас остается, это именно тональность аккорда самого, то есть не общей песни, а именно самого аккорда. Но мы можем, например, поменять басовую ноту, то есть чтобы у нас в басу была, например, квинта, то есть соль. То есть вот у нас появляется сразу значок, что До-минор, слэш, соль. То есть в басу у нас будет именно нота соль. И вот на клавишнике это будет, сейчас я его продемонстрирую. И можно добавить какие-нибудь надстройки, например, девятую ступень, то есть помимо обычного трезвучия еще будет добавлена в нашем случае седьмая ступень, потому что у нас До-минор 7, и еще девятая ступень, то есть нота ре в аккорде. Ну, тут, опять же, тут, конечно, уже включаются знания гармонии, знания вообще построения, ну, теории музыки, строения. И если раньше этого можно было обходить, то сейчас, если вы хотите эти функции использовать на 100%, вам, конечно, придется немножечко обновить знания в гармонии, потому что, конечно, можно пользоваться тем, что предлагает Logic, но это, как правило, очень стандартные базовые аккорды, ничего особо прям интересного здесь нет, но можно вот, в принципе, свои аккорды строить. То есть это у нас вот такой появился глобальный трек, без которого у нас просто не может существовать сессионные музыканты, клавишник и басист, потому что им нужно что-то обыгрывать. Давайте послушаем, как у нас, собственно, звучит этот пианист. То есть вот у нас появился инструмент пиано, давайте вот с ним послушаем, как у нас этот корд трек вообще взаимодействует с этим инструментом. Вот, я могу, например, здесь поменять аккорд, допустим, на... Давайте, ре минор, это пятая ступень, добавим какой-нибудь девятый аккорд. Окей. И послушаем, как у нас обновилась партия фортепиано. Вот, ну то есть, как вы уже поняли, за этим глобальным треком у нас следует инструмент. Но у нас также еще есть возможность прописывать аккорды в сам регион. То есть сейчас у нас глобальная история идет во всем проекте, но мы можем эти аккорды, допустим, прописать в регион. Вот у нас здесь внизу в редакторе Session Player есть закладка Chords, в которой мы по умолчанию, у нас стоит Follow Global Chord Track. То есть если у нас есть глобальный трек какой-то с прописанными аккордами, то, естественно, инструмент автоматически следует за ним. Но мы можем сделать Region Chords. То есть если у нас в регионе есть какие-то свои аккорды, ну, к примеру, я могу вот здесь... Давайте сейчас этот аккорд удалим. Создадим новый регион. И вот здесь я могу, например, в новом регионе Chords выбрать Chord Progression. То есть он мне заранее дает какую-то базовую прогрессию. Ну, такие самые стандартные. Первая, третья, шестая, ступень, седьмая. Ну, давайте вот ее возьмем. И видите, он прописывает не в глобальный трек, а он прописывает как бы в свой трек. То есть да, он ориентируется на тональность, естественно, на нашу глобальную. То есть если мы хотим поменять тональность, для этого есть у нас трек Signature. То есть нам, опять же, он здесь теперь будет пригождаться. То есть если мы заходим вдруг в какой-то момент поменять аккорды, там сделать какую-то модуляцию, например, нам придется это здесь прописывать. И тогда сессионный музыкант тоже подстроится под модуляцию. Но, как вы сейчас видите, у нас глобальный трек пустой, а вот внутри региона вот этого у нас прописаны аккорды. И вот если мы сейчас вот здесь его откроем, то мы увидим, что здесь есть тоже аккорды уже в самом регионе, и мы их здесь тоже также можем редактировать. То есть я могу здесь двойным щелчком кликать и их редактировать, чтобы у нас менялись аккорды. Более того, я могу аккорды еще сдвигать по долям. То есть могу, например, сюда добавить еще один промежуточный аккорд, какой-нибудь там с задержанием, например. И давайте послушаем, как это звучит. Ну, то есть какие-то проходящие ноты можно здесь тоже вбивать. То есть у нас также еще можно быть в отдельном регионе аккорды. Понятно, что когда у вас несколько таких инструментов, это не имеет особого смысла, потому что если будут разные аккорды в разных регионах, у вас будут просто каша мала. Поэтому потом, если что, эти аккорды можно перетащить вот сюда, то есть в глобальный трек. То есть я выбрал регион, в котором у меня прописаны аккорды, и как бы их перенес в глобальный трек. И если я создам уже здесь какие-то новые дорожки, они уже будут следовать вот этому глобальному треку. И, соответственно, в этом регионе я тоже могу переключить следование за аккордами в глобальном треке. То есть да, у нас вроде были аккорды вшиты в сам регион, но сейчас они уже не учитываются, как вы видите. У нас они исчезли вот здесь вот из отображения, но они появились у нас в глобальном треке. Мы их туда перенесли. И наоборот, я могу эти аккорды записывать из глобального трека в регион, если вдруг понадобится. То есть вот можно сделать Past Course from Global Track. Я нажимаю, и вот они у меня скопировались в этот регион. И, соответственно, сейчас у меня переключилось следование за именно регионными аккордами. Ну, то есть это все, в принципе, такое базовое знание по именно этому гармоническому аккордовому, точнее, треку. И вот с ним будет все у нас взаимодействовать. И клавиши, и баст. Давайте создадим новую дорожку и создадим басиста. Я сейчас чуть-чуть увеличу темп, чтобы у нас все-таки это было как-то поживее. Давайте послушаем. То есть, как вы видите, в один клик у меня просто появилась басовая партия уже под мою гармонию, под клавиши. То есть это очень стало удобно. Ну, давайте посмотрим, что у нас также произошло в драмере. Выбираем драмер. Я поставлю здесь какие-нибудь, ну, поп-рок, например. Барабаны. Что мне нравится, что когда мы создаем барабаны, после уже того, как у нас есть бас, как вы видите, бочка учитывает то, что у нас делает бас. То есть они вот сейчас абсолютно совпадают. Понятно, что это все можно менять, кастомизировать это, и все правится. Но сам факт, что все-таки лоджик стал чуть более логичный и более умный, это уже круто. То есть уже у нас, ну, все это звучит уже собрано даже просто после создания первичного региона. Понятно, что это все звучит очень примитивно, базово, но оно хотя бы звучит. То есть дальше уже все зависит от вас, как вы будете применять все эти наработки. Так, давайте теперь поговорим про сам редактор. Ну, раньше я его называл Драмер, но теперь этот редактор называется Сэшн Плеер. То есть он, естественно, обновляется в зависимости от выбранной категории дорожек. Но теперь у нас, опять же, нету четких каких-то привязок к конкретным трекам, как это было раньше. То есть я теперь вот могу, даже находясь на басу, то есть на дорожке с басом и работая с басовым регионом, я могу всегда, вот где инструмент у меня здесь прописан, поменять вообще на другой тип. То есть у меня, например, басист, я могу взять и здесь поменять на клавишника, на перкуссиониста, на акустического барабана. То есть у нас как бы вот этот Сэшн Плеер, он стал единый для всех регионов. То есть все, что у нас создано в Сэшн Плеер, оно по умолчанию желтого цвета вот такого, у нас все может быть взаимозаменяемо. Да, понятно, что это странная история. Вряд ли вы захотите на дорожке с басом и с басовым инструментом вдруг сгенерить барабанную партию. Это странно будет звучать. Но такая как бы у вас возможность есть. То есть у вас нет жесткой привязки, что вот вы сейчас находитесь в басовом редакторе, и вы никак, ничего, никуда из него не сможете выпрыгнуть. То есть вы, ну естественно, вы на одной дорожке можете также располагать разные регионы. Опять же, не знаю, зачем это понадобится, но просто имейте в виду, что оно как бы очень все легко меняется, переключается. Более того, иногда ложек чуть подтупливает, и, например, на дорожке с барабанами вы можете создать новый регион, он зачем-то вам сделает его клавишным. Или наоборот, на дорожке с пианино создадите новый регион, и он вам может его сделать вдруг случайно барабаном. Такое иногда бывает. Возможно, это баг, и, скорее всего, его доработают в ближайших обновлениях. Ну, имейте в виду такую особенность. Значит, что у нас теперь здесь появилось? Давайте начнем с привычного нам драмера. У нас, во-первых, поменялось отображение рисунков. Если помните, раньше были слайдеры, там 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, там, у бочки и у снейра. То есть раньше, ну, просто вслепует и двигал, и слушал, что получается. То сейчас у нас остались, в принципе, те же паттерны. Они зависят, естественно, от стиля. Но, как бы, вы уже заранее можете видеть, какие здесь акценты. То есть у нас внизу бочка прописана, вверху снейр. То есть мы вот здесь увидим, что, например, во втором рисунке у нас снейр бьет на вторую и четвертую долю, а бочка бьет вот, там, первую долю и восьмую, потом еще одну восьмую, потом опять первую, восьмую и еще восьмую. Ну, то есть, как бы, вы заранее можете понять характер рисунка основного. Это именно базовый рисунок. Понятно, что барабанщик, еще там, искусственный интеллект добавляет какие-то дополнительные удары в зависимости от настроек, сложности и насыщенности. Но вы хотя бы теперь видите визуально, что является базой. То есть какой базовый рисунок, и с которым уже барабанщик работает. То есть это очень здорово. Ну, здесь также прописывается, зачем следовать. То есть мы можем следовать за любым инструментом в нашей аранжировке. В данном случае я могу, например, поставить за басом следовать барабанщику. Ну, также мы можем включать-выключать элементы. То есть делать такой хэд, делать тарелку, делать томы. Ну, то есть менять, выключать-включать бочку. То есть все, в принципе, то же самое. Вместо XY-пэда, который у нас был, шарик, помните, мы делали либо сложнее, либо громче, либо тише, либо проще. Здесь у нас есть отдельный теперь слайдер сложности. Отдельный слайдер, скажем так, интенсисти. Ну, как бы, ну, можно сказать, тоже громкости. Но это не столько громкость, сколько именно вваливание, скажем так, вот такой русский термин, когда у нас музыкант вваливает, то есть играет на пределе своих возможностей, либо, наоборот, очень как-то так скромненько, так аккуратненько играет. То есть это влияет на звукоизвлечение. Вот. Ну, то есть вместо XY-пэда сделали вот такие два отдельных слайдера. Может быть, оно даже и с точки зрения интерфейса и получше звучит. Также есть всегда у нас кнопка обновить регион, то есть с текущими настройками. Если нам что-то не нравится, может, брейк не нравится, или еще что-то не нравится у нас, есть возможность всегда его обновить. Он чуть-чуть как бы сгенерит новую партию. Что сразу я заметил, что поменялся звук барабанов. То есть это тот самый Southern California, наш пресеп номер один. Но мы слышим, что даже ревер уже звучит по-другому в этом звуке. Это очень круто. Он стал более какой-то чистый, более наполнен. То есть в предыдущей, в десятой версии, как-то барабаны звучали более скудно, что ли. Их надо было прямо много дорабатывать. У нас DramKit Designer тоже доработался. У нас теперь по умолчанию доступны все возможные бочки. Как разработчики говорят, сами сэмплы тоже поменялись. Чуть-чуть доработали. Там, может, подсвели, или, может, как-то перезаписали. И теперь нам не нужно загружать ProducerKids для того, чтобы иметь доступ ко всем возможным бочкам. То есть мы можем любую бочку из любой барабанов установки вставить. Ну, все остальные параметры, в принципе, остались неизменны. То есть здесь больше все-таки под капотом были сделаны изменения. И как вы по звуку даже базовому слышите, что он уже все-таки чуть другой. И это прям сразу бросается в уши. И это очень здорово. А так, в принципе, все настройки уже привычные нам. С десятой версии глобально плагин DramKit Designer у нас как-то прям не поменялся. Вот. Но просто сам тембр звуков стал поинтереснее. Итак, давайте поэкспериментируем, что у нас здесь есть еще в закладке Details. Ну, все то же самое, как раньше было. У нас есть возможность добавлять Ghost Notes. Перкуссия у нас уехала в отдельное меню. Если раньше помните, мы вверху их включали. Теперь здесь вот мы можем выбрать те же самые рисунки. Просто они здесь были теперь упакованы вот по три варианта тамбурина. Три варианта шейкера, три варианта клэпа. Если честно, жалко, что нельзя опять же сделать одновременно и шейкеры, и тамбурин, и клэпы. Я очень, на самом деле, этого ждал в обновлении, но они зачем-то опять сделали вот либо то, либо то, либо то. Ну, не знаю, они так вот решили. Почему-то нельзя объединить все вместе. И клэпы сделать, и шейкер, это, ну, странно, как по мне. Ну, ладно. Ну, то есть, по сути, ничего не поменялось, поменялось только визуальное отображение. Здесь, что теперь удобно, можно выбирать вариант игры по снейру. Это очень круто. То есть, либо автоматически, в зависимости от intensity и complexity слайдеров, либо мы прям говорим, нет, ты играй нам все время по римшоту. То есть, это прям вот с таким ударом по ободку. Ну, то есть, слышите, вот на сильной доле у нас прям такой появляется призвук дополнительный. Либо side stick. Это очень круто, потому что раньше, чтобы играть side stick, нужно было убирать на самый прям низ intensity, то есть, прям вот работать с какими-то очень тихими уровнями. И только тогда барабанщик переключался на side stick. Теперь я могу даже в громком режиме играть side stick. То есть, вот это прям крутое добавление. Мне прям это очень нравится. Ну, и хай-хаты вы также можете выбрать либо close, либо автоматический, либо half open. Но раньше у нас была прям крутилка для этого отдельная колесико. Но теперь они просто сделали категории. Ну, может быть, это даже удобнее. Фил у нас остался такой же. Темп у нас вот здесь можем поменять либо half time, либо double time. Это очень удобно, потому что раньше у нас эти возможности были только на отдельных паттернах. То есть, у нас были отдельные паттерны вот в бочке снейре, которые у нас именно отвечали за half time или double time. То есть, half time — это когда у нас в два раза медленнее барабанщик играет, а double time — когда, наоборот, в два раза быстрее, чем общий темп сессии. Теперь это можно делать независимо. То есть, это тоже офигенное дополнение. Это будет прям спасать во многих ситуациях. Ну, dynamics здесь у нас такая же история. То есть, это как такой humanize. То есть, либо у нас больше динамики, либо меньше. И также humanize можно включать. Это, ну, когда барабанщик будет чуть больше кривить и не так четко по долям играть, что будет добавлять некой живости в партию. Теперь самое главное крутое дополнение именно у session player. Это касается всех — и клавишников, и басиста, и барабанщика, что у нас теперь появилась возможность задавать все-таки свой бит. То есть, да, у нас есть изначальные паттерны, которые мы можем выбирать. Вот здесь 8 штук. Они, кстати, меняются в зависимости от выбранного жанра, естественно, как и раньше было. Но теперь мы можем вот сказать, что нет, я хочу... Вот у меня есть четкое знание, какое я хочу бочку. Это то, о чем я говорил вот в обзоре обновлений, что это очень круто, что они это сделали. То есть, я могу просто задать, что я хочу вот здесь две бочки иметь, в конце здесь, и snare, например, такой, и еще вот такой. И барабанщик будет следовать за моим вот этим пожеланием, но добавлять вокруг этого уже в зависимости от вот этих всех других параметров уже какие-то свои дополнения. То есть, я вот... Ну, представьте, что я живому человеку сказал, вот играй вот обязательно такую бочку с нейр, а все остальное делай, как считаешь нужным. Вот. И он так и делает. Ну да, я тут немножко перепутал, я имел в виду, конечно, вот такой бит, но, в принципе, тоже получилось прикольно. То есть, раньше бы барабанщик бы такого бы сам бы никогда не сделал, то есть, не сыграл бы. Давайте попробуем такой бит. Причем можно увеличить длину, там, например, на два такта, и на втором такте прописать еще какой-нибудь рисунок, там, например, бочку здесь добавить. Ну, и будет у нас как бы двухтактовый рисунок. Ну, то есть, очень круто. Вот это прям просто находка. Можно это скопировать, потом сделать сброс. Ну, то есть, очень классно. Вот реально барабанщик обновили, вот этот редактор стал очень крутой. Появились классные возможности, которых раньше не хватало. Как видите, здесь, кстати, у нас поменял, что это manual pattern. То есть, его можно либо оставить, либо обратно вернуться на какие-то классические рисунки, которые у нас задает барабанщик. Сами барабанщики у нас теперь ушли. То есть, нету прям вот этих вот, как вы помните, имен у барабанщиков. У нас теперь просто остались жанры. У нас остались конкретные вот жанры, которые у нас были. Фанк-рок, панк-рок. Ну, то есть, все те же категории. Они теперь вот в таком сконцентрированном, удобном меню. Мы здесь можем также всегда переключиться. То есть, между этими жанрами. Ну, либо, как я уже говорил, мы можем просто поменять вот здесь вверху тип. То есть, можем переключиться на электронные барабаны. И тогда у нас вот эти категории обновятся уже под электронных барабанщиков. Можем на перкуссиониста подключиться. У нас их трое всего. Ну, и, как я говорил, можно даже переключиться на басиста и клавишника, находясь на барабанной дорожке. Зачем это нужно, я не знаю. Но возможность у вас такая есть. То есть, у вас разработчики ни в чем не ограничивают. Ну, здесь можно также убрать слайдер, чтобы не менялся патч. То есть, ваши настройки оставались. Но при этом вы меняли чисто самих барабанщиков, их стилистику, их мышление. Потому что у нас также заложено именно мышление живых людей в том или ином жанре, скажем так. Ну, это как бы все отражается. То есть, очень крутая доработка. Прям вот пять с плюсом. Доступ ко всем курсам школы Logic Pro Help всего за 990 рублей в месяц. Да, это реально. На нашем Boosty вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по Logic Pro и о работе со звуком. А самое главное – получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных. Для тех, кто не знает, Boosty – это сервис ежемесячной подписки, благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета. Просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц. Сейчас я покажу, как оформить подписку. Выбираем интересующий нас пакет, нажимаем кнопку «Купить», попадаем на нашу страницу Boosty и там нажимаем «Подписаться». Далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть, после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем «Купить». После этого вводим данные карты и готово. Можно переходить к обучению в ту же минуту. И помните, что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться. Получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене. Давайте посмотрим, что у нас теперь есть, соответственно, в клавишах. Опять же, сейчас я сильно вдаваться в подробности не буду. Все то же самое. Complexity, Intensity. У нас есть разные стили. Их не так много, как барабанщиков, но здесь разные стили есть. Есть Simple Pet, когда у нас просто клавишник держит аккорды. Есть RPG, это когда у нас больше арпеджио играет. Block Chords — это такие вот блоковые аккорды. Broken Chords — это, как правило, где-то аккорд сыграл, где-то мелодию добавил. И Freely — это чисто по контексту, по темпу, по стилистике остальных инструментов. Пианист будет подстраиваться. То есть, либо где-то аккорд подержать, где-то какую-то партию проигрыш сыграть. Ну, то есть, довольно классная, живая история. Хорошо, что они стали перегружать прям большим количеством. Ну, давайте прям включим какой-нибудь более такой явный RPG. Ну, то есть, звучит довольно живо. Ну, я не знаю, что сказать. Понятно, что это может все дорабатывать. Здесь можно увеличить интенсивность. Более того, можно задавать, опять же, акценты. То есть, можем поменять. Давайте попробуем шестой. То есть, он начинает по-другому раскладывать вот эту вот аранжировку именно внутри, например, в данном случае, арпеджио. Если мы переключимся на аккорды, он будет по-другому акценты на аккордах делать. То есть, опять же, здесь все на экспериментах. Заранее на 100% предугадать, какой результат получится, невозможно. Это все регулируется. Здесь можно отключать отдельно руки. То есть, можно оставить только правую руку. Можно оставить только левую руку. И можно их даже по диапазону разводить. То есть, сейчас у нас они были довольно близко. Можно сделать прям такой... Ну, их как чуть друг от друга под расставить. Ну, вот вам пример. Например, я сделаю здесь правую руку ближе к центру. А здесь сделаю уже руку повыше. У нас получается, как бы, постепенно повышается вот это арпеджио к концу нашего квадрата. Ну, то есть, таким образом, нарезая наши регионы и подправляя в каждом из них настройки. А я напомню, что вот эти настройки, они у нас для каждого региона свои, независимые. То есть, не для всего трека, а для каждого региона. Ну, так и раньше тоже было. Мы можем вот создавать такие вот движения. И прям, ну, по сути, реально взаимодействовать как будто с живым человеком. Ты сидишь в студии, говоришь, слушай, сыграй вот здесь, пожалуйста, повыше. Уйди там в последних двух тактах. И вы прям берете последние два такта и прям ему говорите, вот, уйди повыше. И вот он ушел максимально высоко. Ну, то есть, в этом плане прям просто идеальное решение. Особенно, когда нужно быстро какую-то демку накидать, чтобы там понять, там, либо музыкантам показать, либо группе. Как уже многие на ютубе шутят, уже, например, не нужна фоновая музыка, потому что можно ее нагенерить вот такими вот инструментами. Вообще там себе, не знаю, на часы просто звучание и фоном где-то включать. Это все, естественно, со свободной лицензией. То есть, не нужно ничего лицензировать. Ну, сейчас на эту тему, конечно, много вопросов в плане нейросетей. Сейчас об этом не будем. В общем, здесь все это задается, все настраивается. Можно разные голосоведения задавать. Можно стилистику задавать. То есть, как у нас, например, левая рука себя ведет, как у нас правая рука себя ведет. Можем, там, medium range, large range делать, то есть, чтобы он прям вообще задействовал всю клавиатуру. То есть, очень-очень-очень круто. То же самое здесь есть fill amount, то есть, есть филы, и в том числе и в клавишных. То есть, он может играть какую-нибудь партию или аккорд бежать. А потом при смене, например, квадрата, он может прям-нибудь добавить какую-нибудь отыгрышу. Ну, то есть, это очень-очень здорово. Details у нас есть grace notes, то есть, это, ну, возможность добавлять какие-то проходящие ноты. Вот, например, в данном случае у нас режим arpegyated, поэтому у нас есть функция вот этой arpeggio. Мы можем здесь, например, даже поставить mixed. Или, например, поставить chords. Ну, то есть, вот прям как будто живой человек сыграл, не знаю. У меня прям вопросов нету к этому. И также здесь можно задать свою какую-то пульсацию определенную. То есть, если мы хотим, какие-то ключевые ноты. Вокруг них, как бы к этим, даже не ноты, а доли, к этим долям, он будет делать какое-то вот либо усиление, либо какой-то, ну, фокус внимания, скажем так. Ну, то есть, возможности просто безграничные. Я, на самом деле, прям в приятном удивлении от этого инструмента. Включив фантазию и знание чего-то хочешь, можно добиться реально крутых результатов. Ну, давайте посмотрим басиста у нас остался. Здесь, в принципе, все то же самое, что мы сейчас смотрели. Единственное, только details, естественно, здесь заточены под басиста. Что очень круто, что здесь появилась возможность добавлять всякие звуки от датчика. И сразу забегая вперед, скажу, что это все работает именно в связке с новыми инструментами, которые у нас идут вместе с клавишником и вместе с басистом. Это именно вот это Studio Bass по, ну, по как бы лекалам того, что у нас уже давно появилось Studio Strings и Studio Horns, то есть струнные и духовые. Здесь то же самое, только такие специализированные инструменты. Но посмотрите, сколько здесь артикуляций. Это просто... Я, честно говоря, даже стольких артикуляций не в каждой библиотеке от контакта видел. Ну, то есть это очень круто. И все это взаимодействует с искусственным интеллектом. То есть это все живые сэмплы. Звучит это максимально живо, со всякими шумами, с лязганием струн на басу, с касанием датчика звукоснимателя. Это тоже как бы на игре сказывается. То есть чем плоха партия на игры на MIDI? Даже на самом лучшем сэмплерном инструменте. В том, что там нет вот этих микронюансов. Когда ты играешь на басу, даже если ты крутой бас-музыкант, басист, все равно ты будешь где-то что-то задевать, где-то будут какие-то микро-какие-то слайды. И за счет них ты сразу чувствуешь, блин, это сидит живой человек и играет. Когда ты даже супер выверенную партию с артикуляциями прописываешь в MIDI, на какой-нибудь крутой библиотеке, все равно слышно в контексте, что как будто что-то неестественное. Здесь это все-таки решается за счет этих вот легких призвуков. Вот давайте послушаем. Слышите, вот какие-то отдельные ноты, они как будто начинают чуть как будто так дребезжать, потому что пережал басист там лад. То есть это прям слышно, что это живая прям вот игра. Ну, не знаю, я прям вот от этого инструмента в восторге. Там я знаю, что некоторые говорят, о, там типа пользоваться стоковыми плагинами, там когда у тебя есть контакт, это какая-то там типа вообще не комильфо. Но не знаю, в миксе, мне как кажется, это прям будет очень круто звучать. Давайте я включу барабаны. Так, давайте паттерн здесь я сделаю следовать за барабанами. А, не то. Сделаю наоборот следование за барабанами. Здесь у нас можно задавать нижнюю ноту. То есть если мы хотим, чтобы басист играл где-то вверху, ну, например, какой-то либо соло, либо какая-нибудь часть, где не нужна низкая составляющая в басу, нужно просто, чтобы басист что-то вверху поиграл. То есть он будет, следуя нашему корд-треку, то есть следуя гармонии композиции, он будет играть уже в какой-то более высокой позиции, что очень, конечно же, круто. Мелодию можно задавать, то есть что-либо он чисто у нас играет вокруг, скажем так, ключевых или основных нот аккордов, то есть в данном случае у нас там си бемоль, до, ре, ну, то есть основные вот ключевые ноты каждого аккорда. Либо он может обыгрывать какие-то общие ноты, то есть какие-то ходы играть. Вот прям можно включить режим More Notes, и у нас будет уже какая-то такая нетривиальная партия. Давайте вернем вниз его. Видите, он уже начал терции добавлять, пятые ступени, то есть обыгрывать аккорды. Ну, в джаз музыке это прям везде обязательно нужно. То есть есть возможность это делать. Также можно октавы задавать, чтобы он прям во всех октавах играл. Болоносик где-то это нужно. Фразировку тоже либо короткую, либо длинную, то есть чтобы у вас не какой-то короткий риф постоянно повторялся из такта в такт, а чтобы прям целая была фраза какая-нибудь там, на четыре такта, например. Слышите, есть прям слайды всякие. Ну, то есть это очень круто. Не знаю, можно также филы здесь добавлять, чтобы он какие-то вот дополнительные призвуки добавлял. Можно увеличивать вот эти дэд ноутс, это как бы когда ты струну бьёшь, но при этом у тебя левая рука ничего не зажимает. Такой как бы, ну, часто в фанке это используется. Ну, и тоже можно задавать свою какую-то определенную пульсацию. И всё это как бы, опять же, генерируется помимо того, что я указал, ещё дополнительные ноты, связки, переходики, плюс подчёркивается смена гармонии обязательно, то есть какие-то проходящие ноты. Ну, вот так на первый взгляд я вот всё, что слышу, это прям очень круто. Ну, понятно, что это всё звучит сейчас сыро, потому что я просто рандомно это всё делаю, но если это всё делать думчиво, то есть можно реально получить офигенную басовую клавишную партии. Поэтому с сэшн музыканты, такой вердикт, это очень крутое нововведение. Если знать, как этим пользоваться, если грамотно работать с гармониями, с корт-треком и хорошо взаимодействовать вот с динамикой и с правильным выбором стилистики инструмента, то это прям инструмент, который вам поможет реально писать с нуля просто крутые аранжировки, как минимум живые, там, для бэнда. Я думаю, кавер-группы будут этим активно пользоваться, чтобы набросать какую-то форму, там, не знаю, какой-нибудь альтернативной версии известной песни, например. То есть это очень удобно делать себе какие-то минусы базовые. Ну, то есть применение этому просто гигантское количество, и понятно, что разработчики Apple, они прям метят вот в эту категорию, ну, скажем так, не суперпрофессиональных музыкантов, которые знают, что такое музыка, примерно знают, там, владеют какой-то гармонией, там, теоретической базой, но не могут все сыграть, и вот, собственно, искусственный интеллект здесь приходит на помощь. Поэтому я лично не вижу в этом какой-то угрозы музыкантам. Сейчас там музыканты уже начинают, там, залезать куда-нибудь на поиск работы. Нет, я уверен, что, как бы, музыканты никуда не денутся, просто используя вот эти фишки, можно реально себе облегчить какие-то рутинные задачи. Вот, поэтому, кстати, поэтому можно и учиться. То есть ты слышишь, что на генерал-басовый музыканту она может реально какие-то интересные идеи предложить, и ты потом перенимаешь себе в живую игру и дорабатываешь. То есть, ну, как бы, сценариев очень много этому. Что ж, давайте двигаться дальше. Это такая у нас главная часть была обзора, посвященная сессионным музыкантам. Быстренько пробежимся. Я уже упомянул, что драм-кит-дизайнер у нас обновился под капотом. Давайте посмотрим вкратце инструменты, которые у нас появились. У пианиста у нас появилось Studio Piano. Отдельный инструмент, где довольно круто записано четыре типа концертных инструментов. Это Studio Grand. С возможностью записи, как бы именно как студийная запись, у нас здесь два типа микрофонов в стерео записаны, и еще моно-микрофон. То есть мы можем прямо делать очень классный звук фортепиано. Давайте сейчас послушаем соло. То есть можно слушать разные микрофоны, в зависимости от того, что будет меняться тембр. Также можно добавлять всякие шумы, как и у нас с басом было. То есть это добавляет, опять же, живости исполнения. Тут у нас есть несколько видов, у них разные возможности. У Concert Grand здесь просто общее звучание, здесь нет микрофонов. Винтедж Апрайд — это обычная классическая пианино. Ну вот звук мне, если честно говоря, очень нравится. То есть он прям, ну, звучит классно. А учитывая еще составляющую искусственного интеллекта под капотом, ну, вообще супер. То есть инструмент на самом деле очень классный, и я, наверное, буду им прям в 90% случаев, если мне нужно фоно записать, буду им пользоваться и уже в каких-то редких переозвучивать какими-то там известными библиотеками от того же контакта. Вот. Ну, то есть все, опять же, в этом плане Apple молодцы, Logic, супер, что он все больше и больше делает именно внутри себя. То есть тебе по факту все меньше и меньше нужно стороннего программного обеспечения, чтобы делать как минимум какую-то базовую работу. То есть это очень-очень круто. То есть вот такие у нас здесь, ну, довольно простой инструмент. С басом, как я уже показывал, чуть-чуть посложнее, потому что в басу, во-первых, у нас есть несколько видов баса, здесь их больше, то есть 6 штук. Здесь есть даже контрабас, то есть для... Это прям реальный контрабас, то есть здесь меняется даже работа искусственного интеллекта, уже больше там слайдов именно по контрабасовым струнам. Есть дополнительные здесь настройки именно тоже всяких призвуков и так далее. Если мы выбираем, например, какую-то бас-гитару, ну, например, у нас есть Precision бас, у нас здесь есть вот такой Honor бас, как у Пола Маккартни был, например. Например, у нас есть рок-бас от Rickenbacker, у нас здесь есть сэшн-бас, это джаз-бас, модерн, это типа Мьюзикмена, и они все меняются в зависимости от своих настроек. То есть именно как вот у вас настройки ручки на самой бас-гитаре, они здесь тоже обновляются, то есть вот в зависимости от настроек самого инструмента. То есть как они там вот... Если какие-то рычажки там есть на бас-гитаре, то и вот здесь тоже эти рычажки есть. То есть, ну, они как бы сымитировали реальные, как конкретные бас-инструменты и переложили их вот в такие вот органы управления, что очень здорово. И также есть детали, где мы можем всякие, опять же, шумы добавлять, чтобы больше вот этой живости добавлялось. Время портамента, то есть слайды от одной ноты к другой. То есть у нас мы хотим там, чтобы слайды были быстрые или медленные, это все здесь настраивается. Ну, то есть также есть возможности по тому, как у нас взаимодействует инструмент с партией относительно струн, потому что вы знаете, что на струнных инструментах можно одну и ту же ноту сыграть на разных струнах в разных местах грифа. И вот за счет этих параметров можно настроить... Вот мы хотим, чтобы басист играл в одной какой-то позиции и на разных струнах. Или на одной струне просто прыгал между разными струнами. Это также влияет на восприятие партии. То есть, ну, например, в каких-то определенных жанрах, например, басист бы сыграл бум, вместо того, чтобы прыгать бум-бум, да, то есть вместо скачков. Ну, я думаю, вы понимаете, о чем речь, если вы, в принципе, работали с живыми инструментами, вы понимаете, о чем я говорю. И это здесь все так же можно настроить, что очень круто. В общем, классный инструмент, ничего не перегружено. А самое прикольное, что есть вот такое гигантское количество артикуляций, которые потом, конечно же, переведя, например, нашу уже сгенерированную партию в MIDI, это по-прежнему можно делать, мы всегда можем отдельные ноты взять и артикуляцию поменять. Например, я могу вот эти ноты сделать Death Note. Вот видите, то есть были обычные ноты, стали Death Note. Либо я могу выбрать даже, каким пальцем будет это сыграно. То есть терем, то есть прям как-то так написано, что указательный и средний палец. То есть вот видно, что две ноты друг за другом. Кого-то басист не одним пальцем сыграл терем, а терем. Это как бы меняет в том числе звукоизвлечение. То есть это очень-очень-очень круто, как я уже не устану говорить. То есть они прям реально классно поработали именно с деталями. А детали, конечно же, очень важны, чтобы именно уйти от искусственности звучания и максимально приблизиться к живому звуку. Вот, это мы с вами рассмотрели инструменты. Что ж, что у нас еще добавилось? У нас добавился новый плагин Chroma Glow. Вот он здесь, например, есть на вот этом патче с басом. Вот так вот он выглядит. Он доступен только для тех, кто имеет процессоры M. То есть Apple Silicon, если вы открыли в режиме Rosetta или вы открыли на Intel Mac, у вас, к сожалению, этого плагина не будет. Сам он расположен в закладке Logic Distortion. Вот он, Chroma Glow. Ну, по сути, это обычный сатуратор, как я уже говорил в своем таком вводном видео, в первых мыслях обновлении Logic Pro 11. Это всего лишь, всего лишь такой классический сатуратор. Да, Apple говорит, что там какие-то очень сложные нейросетевые алгоритмы заложены под капотом, что ты выбираешь, например, режим лампы, и он реально прям просчитывает в реальном времени, как бы лампа себя повела вот с таким сигналом. То есть, да, это, ну, как бы по документам, как говорится, оно все так есть. Насколько это на звуке вот прям вот вау-эффект, не знаю. Ну, он звучит реально хорошо. То есть для тех, у кого нет таких сторонних плагинов, конечно, это прям подарок появить, ну, такой плагин, такой сатуратор. Ну, у меня, например, этих сатураторов просто отдельные категории, там, плагинов, наверное, 40, и у каждого есть свой характер, у каждого, там, разработчики старались эти алгоритмы как-то просчитывать, закладывать. Ну, насколько их алгоритмы отличаются от вот этого типа искусственного интеллекта, мне кажется, там тоже какой-то искусственный интеллект. Ну, то есть, как-то сложно, можно философствовать. Просто еще один дополнительный инструмент, ну, довольно простой. То есть у вас есть, по сути, одна ручка, количество драйва, несколько стилей от каждого, то есть у каждой модели есть несколько своих стилей, Либо супер перегруженный, либо такой более мягкий Вы можете включить Фильтр, то есть, чтобы у вас вот эти Гармоники от сатурации генерировались Только выше какой-то определенной частоты Ну, например, чтобы не было грязного низа Ну, также управляете уровнем Входящего сигнала, выходящего, микс, то есть, можно Подмешивать этот эффект, ну и внизу У нас есть еще фильтр, то есть, мы можем Например, отфильтровать До попадания в плагин сигнал, чтобы он Ну, чтобы вот это вот искажение Как-то себя вело более предсказуемо Например, когда у вас очень много низких частот У вас, как правило, сразу начнутся искажения, перегруз А вы можете отфильтровать эти низкие частоты И уже перегруз будет у вас такой более точечный Более мягкий, ну то есть, очень простой плагин Тут вообще даже не о чем толком говорить Это надо просто тестировать, слушать на разных ситуациях В разных историях, но он действительно В принципе, неплохо красит звук Ну то есть, эффект его, конечно же, заметен И довольно классный сатуратор Еще одна функция, которая доступна только владельцам Mac С процессорами M, Apple Silicon Это Stem Splitter На самом деле, функция довольно уже, можно сказать, старая То есть, ей уже года 2-3 Это функция банального разделения Уже готового стереофайла с помощью нейросетей И вычленение 4-х категорий инструментов Это барабаны или перкуссия Это бас Это вокал И это все остальное То есть, все остальное, что остается Гитары, клавиши, пэды, реверы Там какие-то еще доп-звуки Вот такая вот, скажем так, остаточная масса В 4-й отдельный файл То есть, это такой называемый Ну, Stem Splittering Есть куча нейросетей Есть куча онлайн-сервисов, где вы загружаете свой файл И он вам дает скачать эти 4 файла То есть, это прямо такая классика Она появилась Ну, лично я ее начал впервые пользоваться В Изотоп RX редакторе Musical Rebalance По-моему, в 9-й версии он появился, если не ошибаюсь Сейчас уже на днях вышла 11-я версия RX Я ее себе поставил И с помощью нее сделал этот самый Stem Splitter Вот здесь у меня уже эти стемы отдельно выведены Как вы видите, вот перкуссия, бас Остальные инструменты То есть, все остальное, что есть И, соответственно, вокал Но пока мы это слушать не будем Вот у меня сам файл Из которого я сделал эти 4 стема Ну, и это здесь коротенькая часть Припев Давайте послушаем Это песня Feelings Которую я сводил Ну, то есть, вот такой пример припева Здесь у нас есть и вокалы, и бэки У нас здесь есть много инструментов Бас, барабаны Так вот, если вы, собственно, в режиме нативном на Apple Silicon То, кликнув по вот этому региону В закладке Processing У вас будет вот такая команда Stem Splitter Мы ее нажимаем У нас появляется окошко Где мы можем выбрать, что мы конкретно хотим получить То есть, например, может быть, вам нужен только вокал Вы можете оставить только вокал И у вас появится, собственно, отдельный стем Только вокала, вычлененного с помощью нейросети Из вот этой дорожки Ну, я сейчас поставлю все четыре типа инструмента Нажимаем Split Вот довольно быстро Кстати, быстрее, чем RX Гораздо быстрее, я вам скажу И что удобно, что здесь прям сразу все в проекте И вам сразу создается Stem Channel Strip Summing Stack В котором у вас упакованы сразу вот эти отдельные элементы То есть, у нас здесь также получаются барабаны Бас, инструменты и вокал Давайте послушаем, как она звучит Ну, если мы послушаем все вместе Я сейчас размьютирую Исходный файл, он автоматически мьютируется Если я послушаю сейчас все вместе То у нас изменений, естественно, никаких не будет Ну, то есть, звук вообще никак не поменялся Давайте послушаем, как у нас звучат отдельно партии Вот барабаны Что здорово, что слышен ревер от снейра Это очень круто, что он не исказился Чуть-чуть артефакты от высоких частот других инструментов, конечно, проникают Местами, особенно вот здесь вот в пустых частях, где барабаны не особо насыщенные Но, в целом, неплохо Бас Конечно, бас, как правило, лишается своей верхнечастотной составляющей Такой просто остается сам гул Но, например, если вам нужно снять басовую партию Или, наоборот, ее исключить И, ну, например, чтобы басист живьем играл Или, например, вы хотите заменить басовую партию на какую-то другую Вот можно его просто отключить И, по сути, послушать трек без баса Ну, то есть это реально прямо в контексте работает хорошо Конечно, в соло-ка слушаешь Ну, как-то использовать это в таком виде сложно Но вот именно сверху что-то добавляя Можно сделать неплохой такой ремикс Мэшап и так далее Ну, тоже довольно неплохо вычленил инструменты Как видите, не проникает сюда ни барабаны, ни вокалы Хотя здесь очень много Я специально взял такой сложный пример Где у нас очень много бэков Они прям заполняют собой все стереопространство Поэтому, конечно, нейросети здесь было сложновато Но, так или иначе, этот файл отдельный Он сам по себе очень слушабельный И нам позволяет, собственно, вычленить хорошо вот эти вот инструменты И вокал давайте послушаем По моему мнению, с вокалом эта нейросеть справилась лучше всего Во-первых, переданы все тембральные окрасы во всех частотных зонах И песочек вверху И вот эта вот серединка То есть ничего не квакает, не булькает Хотя, ну, довольно насыщенный микс, как вы слышали Ну, как по мне, это прям очень крутой инструмент То есть, особенно учитывая, что он теперь здесь нативно Не нужно ничем пользоваться, никакими нейросетями, ни RX Ничего туда-сюда не перекидывать То есть, это очень удобно Но давайте просто сравним с тем, что у нас получилось в RX Вот у меня здесь RX Вот сейчас мы послушаем вокал из, скажем так, лоджиковского сплиттера Вот здесь внизу А вот это у нас Так, давайте я его беру, чтобы не мешалось А вот это у нас вокал с помощью RX сделан И его сравним Напомню, это RX именно 11-й, который вот только вышел на этой неделе То есть, они тоже написали, что они прокачали режим Music Rebalance Мне интересно, кто кого опережает Кто с кем соревнуется То есть, лоджик с RX или RX с лоджиком Ну, в общем, факт есть факт Все сейчас пытаются вот эту функцию улучшать Посмотрим Даже по волне я вижу, что немножко по-разному получилось Я, честно говоря, еще не слушал Сейчас вместе с вами будем слушать Так, давайте послушаем Сперва лоджиковский вариант Так, теперь RX Интересно Мне, честно говоря, лоджиковский вариант больше понравился Честно говоря, я ожидал, что RX 11 там прям заморочились Айзотоп, но что-то как-то Ну, я не знаю, может мне кажется Обязательно пишите в комментариях, как вам Что вам больше понравилось Но мне кажется, у лоджика Больше обертонов, высокочастотных, переданных в вокале Чуть лучше прослушивается ревер А здесь он как-то чуть более задавленный Ну, давайте сравним барабаны, например Ух ты! Я, честно говоря, сейчас в шоке Вы слышите, что в RX вообще нету ревера Точнее, он есть, но он очень гулкий и низкочастотный Еще и квакает То есть вот здесь, после вот этого снейра вообще он исчез А тут Вот это интересно Честно говоря, я сам в шоке Я этого не ожидал Ну, тембрально похоже Бас у RX и лоджика Но у лоджика чуть-чуть Как будто атака слышна А у RX она как будто из-за бочки чуть-чуть просаживается То есть он, видимо, как-то не понял Это бочка или бас И, видимо, бочку отдал Ну, то есть Тембрально они абсолютно одинаковые То есть там какого-то чуда не произошло Но у лоджика хотя бы прям четко слышна Вот эта пульсация с взятия звука Да, интересно Давайте послушаем оставшиеся инструменты Ну вот Тоже, в принципе, все то же самое Сильной разницы я не услышал Единственное, только вот здесь просачивается хай-хэт Из дорожки барабанов Вот сюда, в Other Instruments Лоджик с этим все-таки лучше справился То есть он хай-хэт четко убрал Из дорожки с инструментами И ее оставил в барабанах То есть все-таки алгоритм У Apple и у лоджика оказался лучше Может быть, не зря они прям так настаивают Что им нужен Apple Silicon процессор Для этой функции Потому что я к этому скептически относился Думал, типа, да о чем речь вообще Это какой-то маркетинговый ход Но вот сейчас сравнивая Абсолютно новые продукты на рынке Которые появились в одно время То есть RX 11 появился вот буквально пару дней назад Лоджик появился пять дней назад 11-й И я понимаю, что все-таки, видимо, как-то процессор М1, во-первых, скорость в два раза больше Если не в три То есть у меня сразу эти стемы появились В RX-е там прям полоска Для такого короткого фрагмента Ну, где-то секунд 30 заполнялась процессинга Поэтому, может быть, и все-таки Apple Silicon не так уж и раздут Вокруг него вот эта вся история От Apple-а, что вот нужен именно этот процессор Так что, в общем, судите сами Напишите обязательно в комментариях Интересное ваше мнение Что вы думаете вот по сравнению Я сейчас вот при вас это сделал И, честно говоря, остался прям Ну, по таким приятным впечатлениям Я, честно говоря, вполне немножко скептически настроен Потому что все мы знаем FlexPitch В Logic, который толкома сильно особо как-то не улучшился К сожалению, до сих пор Я, честно говоря, его больше пока прям в 11 версии детально не тестировал Но все равно какие-то артефактики, как кто-то говорит, возникают Но я это еще потестирую И если вдруг что-то поменялось Я обязательно об этом запишу какое-нибудь видео Про FlexPitch У меня просто пока не было возможности с ним поработать Ну, то есть там как бы она уступает там Melodyne и другим инструментам То здесь Steam Splitter Он прям, можно сказать, сейчас, наверное, один из лучших на рынке Если не самый лучший Ну, а следующий вот на вот этом примере трек Который я хорошо знаю, знаю, с чего он состоит И вот с этими Steam'ами Ну, я бы гораздо лучше бы работал Чем вот с тем, что мне сделал новый RX Даже не старый, а новый, который только вышел Вот, это что у нас касается функции Steam Splitter Ну и напоследок давайте поговорим еще Какие были доработки сделаны Вкратце Самое главное, что у нас теперь у MIDI-инструмента Появилась возможность отправлять сигнал на какой-то другой инструмент Или принимать То есть у нас появилась маршрутизация Когда это бывает нужно? Есть такие инструменты Всякие комплексные синтезаторы и так далее В которых, например, есть вшит арпеджиатор То есть вот вы создаете такой инструмент Это может быть сторонний инструмент Не важно В нем у вас вшит какой-то арпеджиатор И, кстати, такой вопрос уже как-то звучал Что вот мне нравится, как арпеджиатор работает внутри Какого-нибудь, не знаю Ну, там, какого-нибудь инструмента Там Nexus какого-нибудь или еще что-нибудь такое Вот И я хочу как бы его использовать на другом инструменте Как я могу достать звук Точнее вот эту партию из этого инструмента И чтобы он играл как бы другим инструментом в Logic Вот раньше этого было сделать нельзя Теперь, когда вы создадите такой инструмент Logic увидит, что у вас в проекте есть инструмент Который может генерировать MIDI и его отсылать Там, как правило, в самих плагинах Нужно включать определенную кнопку Чтобы типа MIDI out был И вот здесь в списке у вас этот инструмент появится Сейчас input А вы можете Здесь будет инструмент output ссылка И вы сможете на новый трек Отправлять выход из какого-то инструмента То есть, ну, например, у вас какая-нибудь там Не знаю, амнисфера условная с арпеджиатором Ну, или любой другой инструмент, который поддерживает там Glaze какой-нибудь, который поддерживает эту функцию Он у вас появится здесь в списке В MIDI in И вы сможете им играть на другом инструменте То есть, у вас, например, там синтезатор звучит Вы сюда загружаете какой-нибудь другой синтезатор У которого нет таких функций И звук этого синтезатора будет играть вот тем арпеджиатором Который в том инструменте Ну, то есть, вот такая идея Перенаправление MIDI сигналов Это очень здорово То есть, что такая функция появилась То есть, internal MIDI in То есть, вы можете перенаправлять MIDI сигнал с дорожки на дорожку Дальше у нас, как говорят разработчики Во-первых, улучшился алгоритм смарт-темпа То есть, он стал чуть поумнее Анализировать всякие доли, биты и так далее То есть, вот здесь, в данном случае Он проанализировал мне темп В моем отрезке довольно быстро Ну, то есть, стал более умный Не такой, ну, стал меньше тупить на каких-то долях Там, на сбивках Ну, я сильно его пока не успел потестировать На нескольких треках только потестировал Но, в целом, реально, вроде я не столкнулся С таким тупняком или проблемами Поэтому, раз разработчики говорят, что они его докачали Ну, значит, так оно и есть И еще прокачали чуть-чуть плагин Pitch Shifter То есть, Pitch Точнее, Pitch Correction Это аналог автотюна в Logic Который у нас обновился еще в прошлой 10.8 версии визуально Но, как сейчас сказали разработчики Они еще на основе нейросети Подшаманили его подкапотную работу То есть, теперь вот этот, именно скачки между нотами Будут более точные Но мы можем, кстати, попробовать это На нашем выделенном вокале Сейчас попробуем Как это звучит Ну, в принципе Да, единственное только Тут надо Там Я не очень помню тональность, какая была Но, в общем, суть Вы поняли, что чуть-чуть он доработался Это, конечно, надо все тестировать с вокалом Плюс здесь у меня Еще одновременно бейки звучат Поэтому это плохой пример Я сейчас что-то про это забыл Что у меня там еще и бейки присутствуют Ему все-таки нужна одноголосая партия С многоголосыми он себя ведет неадекватно Но так или иначе То есть, инструмент прокачали То есть, тоже можете им пользоваться Хорошая альтернатива автотюну Вот у нас внутри Logic Еще из нововведений У нас появился автоматический Real-time export Что это такое? Я, когда сделал обзор По обновлению изначальному Не очень понял, что имелось в виду В описании на WebStore Про обновления Но я потом уже понял, о чем идет речь В некоторых сессиях Я, например Вот у меня, видите, за спиной Очень много синтезаторов внешних Я очень часто делаю продакшн именно с ними И у меня в сессиях очень часто присутствуют дорожки Которые используют, собственно, external инструмент То есть, вы можете создать Любую там MIDI-дорожку И использовать в закладке Utility Есть, собственно, external инструмент То есть, вы здесь можете выбрать Любой инструмент Вот у меня, например, там есть Внешний синтезатор TD3 Я вот с него могу какой-нибудь сигнал обратно получать И с ним работать То есть, он у меня звучит вот там на полке А как бы я с ним взаимодействую здесь в Logic Но бывает, что нужно быстро сбаунсить этот проект И ты имеешь один какой-то такой элемент в проекте И ты забываешь про это Потому что там нужно что-то быстро отправить И, например, потом слушаешь и говоришь Блин, а что-то не хватает какого-то элемента В получившемся MP3-файле Или там WAV-файле Не хватает А потом вспоминаешь Блин, у меня же там бас был через внешний прибор И он, естественно, не записался Потому что, когда делаешь обычный баунс Оффлайновый, скажем так Он, естественно, внешние инструменты не задействует Потому что они могут быть записаны только в реальном времени Либо тебе нужно их заранее сбаунсить Или там записать в реалтайме на дорожку И тогда уже как бы спокойно экспортировать Ну, в общем, были такие нюансы Можно было забыть, тупануть Потом слушаешь, блин, не то отправил Теперь у нас, когда мы делаем обычный баунс У нас здесь появился режим автоматик Вот здесь видите мод Раньше у нас был либо реалтайм, либо оффлайн Теперь у нас появился автоматик То есть если у нас в проекте присутствует External MIDI, например, инструмент Или мы на дорожку с обработкой поставили Здесь тоже есть такой же похожий плагин I.O. То есть если, например, у меня есть какой-то внешний компрессор Или преамп, через который я прогоняю, например, звук вокала И вот здесь я тоже его использую Допустим, input там такой-то, output такой-то То есть у меня это все в цепочке работает внутри лоджика Теперь, когда я нажимаю баунс В режиме автоматик У меня лоджик понимает, так, у тебя есть внешние приборы Значит, оффлайн баунс тебе не подходит Значит, ты просто часть дорожек не услышишь в финальном файле И он просто делает уже тогда мне реалтайм баунс Потому что у меня есть внешние приборы Если он сканирует проект и понимает, что у меня ничего внешнего нет Все находится внутри лоджика То он просто делает сам оффлайн баунс быстрый То есть вот такая удобная штука Она также работает из функции bounce in place То есть если у меня, например, на моем вот этом external инструмент дорожки Есть какая-то миди-партия Я хочу ее сделать bounce in place То есть Ctrl B нажимаю То у меня также этот баунс будет происходить в режиме реалтайма Потому что он понимает, что задействован внешний инструмент А не внутренний лоджик И чтобы не баунсить тишину в оффлайн режиме То он будет, соответственно, воспроизводить его в реальном времени И запишет получившийся файл То есть довольно удобная функция Раньше приходилось помнить о том, что у тебя есть внешние инструменты И их записывать вручную Сейчас лоджик это как бы делает за вас И заранее вам сообщает о том, что у вас есть внешние инструменты И их надо записать Так что имейте это в виду Если вдруг в какой-то момент у вас включился реалтайм экспорт И вы не понимаете почему То у вас, скорее всего, стоит режим автоматик И где-то использованы внешние приборы То есть они не использованы Лучше их удалить Ну, либо вручную здесь поставить оффлайн И вы тогда точно будете в оффлайн режиме работать Вот, так что имейте это в виду Ну что ж, давайте перейдем к выводам Значит, обновление получилось довольно интересным Как я уже сказал То, на что разработчики делают основное внимание Действительно оказалось самым интересным Это сессионные музыканты Особенно меня впечатлил клавишник Что с помощью него можно прям классные фортепианные партии делать Их, кстати, можно, если что, переозвучивать любым другим инструментом Не обязательно оставаться на фортепиано Вы можете потом это переозвучить синтезатором Любым абсолютно Там, например, есть режим вообще пэт То есть он может играть просто отдельные аккорды Симпл пэт Вот, как вы видите, у нас появились обычные аккорды И, соответственно, клавишник будет просто держать аккорды По вашей гармонии И вы их можете озвучить там любым синтезатором У вас будет красивый пэт или струнными Ну, то есть дальше уже сценариев очень много И это прям очень классное нововведение Я буду им точно пользоваться Второе, что меня впечатлило, это, конечно же, басист Особенно сам инструмент Даже не столько нейросеть Бас музыканта Сколько вот этот движок С возможностью выбора Гигантского количества разных артикуляций Я всегда говорил, что самое сложное в имитации Это струнные инструменты Со всеми вот этими призвуками, щипками Скольжением пальцев А так и медиатора Здесь, кстати, я это не упомянул Здесь можно еще и, естественно, переключать Артикуляцию с пальцев на медиатор Ну, то есть это логично То есть здесь прям все продумано до мелочей И это прям очень крутое нововведение лоджика Далее Как мы уже с вами протестировали Стемп сплиттер работает просто шикарно И даже лучше, чем я мог представить Вот сейчас я вместе с вами в этом убедился В общем, вот такое обновление То есть это вот из таких глобальных функций Вот все, что до нас добавилось Теперь вопрос Как я уже задаю всю неделю Тянет ли это на версию 11? По моему мнению, конечно же, нет Мы все помним версию 10.5 Которая вышла Уже не помню В 18-м году или в 17-м Точно не помню Я помню, какое это было глобальное обновление И все тогда и говорили Что это, по сути, 11-я версия лоджик Появился у нас новый редактор Live Loops У нас появилось взаимодействие с паттернами То есть у нас паттерн региона появился Ну, то есть очень много чего нового появилось Поменялся чуть интерфейс То есть там было много реально Под таких вот явных изменений Которые прям бросались в глаза И, конечно же, они Ну, тянули на 11-ю версию Здесь добавление Сэшн плеер вместо драймера Добавление дополнительной функции Одного плагина И чуть-чуть доработки Ну, там, поменяли чуть-чуть Значки библиотеки, например Добавили Apple Loops Который у нас теперь есть Категория отдельно Сэшн мюзишн, например Вот тут у нас есть Сэшн плеер То есть у нас появились новые регионы Относящиеся вот к именно Сэшн плеерам Ну, то есть насколько это Тянет прям на новую версию Скорее нет Вы тоже, пожалуйста, напишите Ваше мнение Как вы считаете Тянет ли это вот на 11-ю версию Или это просто такой маркетинговый ход Потому что Logic уже устал От этих бесконечных десяток Точнее Apple устали от этих десяток Вы помните, они от macOS Уже отказались давно От 10-й версии Хотя, по сути, macOS у нас Все точно такая же Она там добавляется 2-3 функции Чуть улучшается взаимодействие Между устройствами Но сама macOS, она не меняется Ну, все то же самое Я думаю, что просто в Logic Решили вместо вот этих точек Точка 9, точка 10, точка 11 Просто сделать вот 11-я версия Может быть в следующем году Уже выйдет 12-я версия Потом, может, 13-я Ну, то есть как бы я Пытаюсь вам сказать Что мое личное мнение Больше не смотреть на цифры У нас Logic глобально обновился В 2013-м году Когда появилась 10-я версия Потому что Logic и вообще Apple Перешли на новую модель Продажи своих продуктов То есть если до этого Это были диски Какие-то в офлайн-покупки То теперь это стало через App Store Единое приложение Как мы видим За 11-ю версию с нас Не взяли дополнительных денег Потому что Apple давно поняли Что нет смысла Монетизировать там По 200 долларов С людей Когда можно просто Их заставлять покупать Новые компьютеры На том же Apple Silicon Чтобы вот делать Замечательный Стэм-сплиттер Который недоступен тем Кто до сих пор стоит Сидит на Intel И вот такими функциями Они свои эти 200 долларов Еще тысячу раз заработают С каждого из нас Но при этом у нас Есть приятная Вот Такое Греющая душу Факт Что мы вот спокойно Обновили с 10 на 11 версию Абсолютно бесплатно И вот пользуемся Всеми ее дарами Скажем так То есть вот мое мнение На 11 версию Прям как-то глобально Это не тянет Но и в то же время Оно и не должно тянуть Я бы не хотел Чтобы нам выкатили Какую-то супер новую программу С другим интерфейсом С другим расположением И окон Меню Потому что я уже конечно За эти годы Можно сказать закостенел Я в лоджике работаю Уже больше 11 лет И мне сейчас Стратить время На привыкание К какому-то новому интерфейсу Новому расположению Новым возможностям И вообще новой структуризации Ну я бы не хотел лично Не знаю как вы Напишите В комментариях Также Меня лично полностью Устраивает обновление И я теперь отныне Не буду к этому относиться Что вот 11 версия Это что-то новое Это просто Новая номерная версия Вот и все Вас я тоже призываю к этому Насчет глюков Должен должен упомянуть Они конечно же Появились Во всех новых версиях 10.8 10.7 10.7 Вообще была супер глючная Я ее сейчас вспоминаю Прям со страхом Там половина плагинов Вообще не загружалась От того же Slay Digital Например 11 версия Тоже с багами Во-первых На Rosette А вы помните Я запускаю в Rosette Чтобы пользоваться Мелодайном в режиме ARA При включенной Rosette Logic запускается Буквально минут 7 Вот реально То есть он скачет Прыгает Какое-то меню появилось Закрылось Нужно еще раз нажать Оно опять появилось Вроде загрузилось Ну то есть Какая-то там происходит Дичь Под капотом То есть видимо Что-то они там Перепилили Не допилили Я надеюсь Что в ближайшем Исправлении ошибок Они это поправят Ну в нативном режиме Все работает отлично Все раскрывается быстро Все хорошо Также появляются Так же появляются Какие-то косяки Что там Когда делаешь Например Дублирование регионов Через Repeat Через Command R Тоже начинается Глюки У меня тоже пару раз Вылетало И у кого-то в чате Тоже вылетало То есть какие-то мелкие Такие функции С Market Tool Тоже какая-то была проблема Что если ты выделяешь Какую-то зону Только что записанного файла Там нажимаешь Delete Он может вообще Чуть ли не из папки проекта Удалить сам файл С этим Ну с этой дорожкой Ну то есть даже С таким люди сталкивались То есть много подкапотных Каких-то глюков Каких-то непоняток Ну то есть я уверен Что это еще допилят Возможно при обновлении На 11 версию Какие-то функции Там как-то тупанули Что-то в коде случилось Ну наверняка Какие-то такие моменты И сейчас по обратной связи Вот пользователей Разработчики Из Apple Начнут это все исправлять Вот Что ж Получился у нас Вот такой обзор Напоминаю Что я обязательно По сессионным музыкантам Более подробный Запишу курс С разбором всех кнопочек Всех настроечек С экспериментами С уже больным Таким детальным Применением На практике Этих трех инструментов Барабанщика Басиста И клавишника Вот уже в этом месяце То есть Ну где-то к концу мая Выйдет курс На нашем Boosty Поэтому следите за новостями Подписывайтесь Ну также курс Этот будет естественно Доступен И в таком Отдельном доступе Если вы захотите Только его Посмотреть И приобрести Все это будет На нашем сайте Music Help То есть также следите за новостями Следите за анонсами Я с вами Также всегда на связи Вступайте в наш Телеграм-чат Где мы обмениваемся Опытом И обмениваемся Теперь уже Впечатлениями О новом 11 Logic Обязательно пишите Свое мнение Задавайте Любые свои вопросы Напоминаю Что у нас На Logic Pro Help Канале Выходит Каждое воскресенье Видео В том числе И ответы На ваши Самые частые Интересные вопросы Поэтому Не стесняйтесь Пишите в комментариях Все свои вопросы Предложения Пожелания Я всегда Все читаю Всегда на все реагирую Всегда на все отвечаю И записываю Какие-то интересные видео Ну и сейчас будем Соответственно Продвигать тему 11 Logic Ну и в том числе И вспоминать Какие-то старые истории Потому что Напомню 11 Logic Это 10 С новой цифрой То есть Все что было В 10 У нас осталось Все эти функции Что я рассказывал В продвинутом курсе У нас здесь Также присутствуют Ничего не поменялось Ничего никуда не ушло Поэтому спокойно Если вы там Вдруг сейчас Смотрите какие-то курсы Наши по 10 Logic Не задавайте вопрос Зачем я смотрю по 10 Когда же ушел 11 Это та же самая программа Все те функции Что мы рассказывали Что я рассказывал В наших курсах И другие преподаватели По Logic Они все Имеют место быть Они все актуальны Ничего не потерялось Ничего не удалилось Просто добавились Новые Session Player Но единственное Что курс по драмеру Который я записывал Почти 10 лет назад Уже точно не актуален Он уже полностью Переработался Ну и соответственно Будет скоро новый Курс Из категории Logic Pro На практике Посвященный Сессионным музыкантам Что ж Спасибо вам большое За внимание Еще раз Прошу вас Написать обратную связь Как вам понравился Обзор И понравился ли вам 11 Logic Успели ли вам И уже попользоваться Но мы с вами увидимся В следующих видео С вами был Дмитрий Урсул Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok